В пятницу 8 июля в 23.15 на «Украинской правде» появилась статья Юлии Свириденко. Какую экономику мы строим? Юлия Свириденко, для тех, кто не помнит, я напомню, является первым вице-премьер-министром, министром экономики. Она была в Луган, была в Луган? По-моему, да. Ездила в Луган. Мы Луган обсудим и с тобой немножко, но больше обсудим с Длигачем, который там был. Который там был, и он ситуацию нюхал непосредственно. Это чистый швейцарский воздух, поэтому с Длигачем мы проговорим. Но я, если ты упоминаешь Свериденко, я добавлю еще один кейс. Буквально недели две назад уже появилась четкая информация о том, что офис и кабмин готовят план сокращения государственных расходов, по сути сокращения госаппарата. Поэтому здесь можно сказать, что наметилось несколько тенденций, которые на самом деле Свериденко очень круто выложила, потому что документ он программный. Там изложены ключевые принципы трансформации экономики и создания новой экономики. Я сейчас зачитаю, чтобы те, кто не читали, имели представление, хотя бы поверхностное. Самое главное для меня, что заключается. Когда появилась статья, то Гетманцев истерил несколько дней и находится в шоке до сегодняшнего момента. Потому что он же долгое время пытается на себя натянуть одеяло самого крутого экономиста Украины, который определяет курс. Кстати, у него есть экономическое образование? Он же юрист. У него нет экономического образования. Продолжать за ним перебить. И, соответственно, то, что произошло в Луганах, оно как раз Свериденко, по-моему, очень классно отстроилось от того, что произошло в Луганах. Потому что в Луганах произошло, на мой взгляд, фиаско. Вот именно плана Гетманцева, над которым 2,5 тысячи экспертов работали. А по факту получилось, что эта гора даже не родила мышь. Вот 2,5 тысячи людей. Вот этих вот, ну, наверное, полторы тысячи это сам Гетманцев и еще там пару человек. Вот они родили эту мышь. И Свериденко очень эффектно строилась. Такие тезисы как бы, да. Значит, наша главная задача сделать тройной скачок от переходной экономики 4 тысячи долларов ВВП на душу населения. Год к развивающейся экономике 12 тысяч долларов ВВП на душу населения. На практике это означает создание украинского экономического чуда, рост на уровне 7% ежегодно в длинном промежутке времени. Почему это важно? Потому что только экономический рост позволяет государству выполнить свою социальную миссию. Создать равные возможности развития для всех украинцев, обеспечить современное образование, медицину, бла-бла-бла, инфраструктуру и т.т. Откуда берется экономический рост? Конечно же, из экономической свободы. То есть это то, что прямо отрицал все время гетманцев и компания, которые делали все, чтобы эту свободу просто зафигачить. Ключевые тезисы. Достижение оптимального размера государства. Первый шаг к экономическому росту – достижение оптимального размера государства. Кто определяет оптимальный уровень? Ответ находим в роли в современной экономической истории. В 20 веке быстрее всего росли государства, которые перераспределяли через бюджет не более 20-20% ВВП. В Украине до войны перераспределение составляло 40-45% в разные годы. В США 20-30%. В Китае всего лишь 10-11% в годы безумного экономического роста. Я напомню, что Китай рос более 8% в год на протяжении 40 лет, что позволило увеличить ему ВВП в 40 раз. И у них были десятилетия, где у них средний темп рост экономики превышали 10-11%. Второй шаг – экономическая диверсификация благодаря малому и среднему бизнесу. Второй шаг – советское наследие промышленной гиганты, которые давали работу десяткам тысяч. Короче говоря, война это сейчас все просто сносит, уничтожает. И поэтому нужно то, что я называю диверсифицированной экономикой, распределенной экономикой. По такому пути идут, пишет Свериденко, Польша, Чехия, Великобритания, США. Третий – свободная регулярная среда. Это для всего бизнеса очевидно. Здесь и поперечнен, как говорил, все об этом постоянно говорят. Но опять-таки это не очевидно для Гетманцева и компании. Верховенство права. Опять-таки то, чего в Украине нет и то, без чего никуда ничего не стартует. Экспортная модель роста. Это пятый шаг, который она предлагает. До войны мы вышли на экспорт в размере 30% ВВП. Можно наращивать дальше до 50%. Но нашего экспорта есть один большой недостаток – 75% является сырье. Поэтому мы продаем пшеницу по 350 долларов за тонну, а нам айфон по такой же цене, но за штуку. Нам в силах изменить этот тренд, развить промышленную переработку, изменить доли ровно наоборот, экспортировать 75% готовых продуктов. Пятый шаг – интенсивные капитальные инвестиции в промышленность. Тоже понятно, что если мы не вкладываем в промышленность, которая является ядром любой мощной экономики. И третье, седьмой шаг – развитие сухопутной логистики в Европу. Необходимо создать мощность экспортной логистики ориентировочно 200 млн тонн автомобильным и железнодорожным транспортом. До войны Украина экспортировала 170 млн тонн грузов, из них 117 млн тонн моря. Очевидно, что сейчас порты заблокированы, нужна альтернатива. Наконец, восьмой шаг – сокращение размера государства в экономике за массовой приватизацией. Дальнейшее сокращение государства. Украина владеет 3500 государственными предприятиями, причем 1800 из них годами не ведут деятельность. Еще более милая часть работали до войны, но сейчас испытывают трудности. Ну и девятый шаг – развитие социальной сферы через государство, частное партнерство. Короче говоря, обязательно прочитайте статью. Она программная, с ней можно спорить. Я вижу там Паша Себастанович, ребята из 30+, они там начинают вой, что типа вот зачем она написала это. Ребята, я вам скажу так, что нужно понимать, что во власти, власть не монолитна, она представлена различными группами, которые имеют различное понимание. Поэтому если все собравшиеся здесь однозначно, думаю, против Гетманцева и против той политики, которую мы проводим, то вот то, что здесь обозначается, это уже некая альтернатива, и мне кажется, что нужно за него цепить. Я с того позволения добавил несколько позиций. Во-первых, да, Юлия написала отличную статью. Там есть, что дополнять. Нужно обязательно добавить рынок капитала, как ресурсы, которые необходимы для развития. Можно расширить транспортную инфраструктуру в ХАП, но по большому счету это крутой, правильный программный документ, который, кстати, сильно напоминает ряд позиций, которые Институт будущего неоднократно проговаривал и публично озвучивал. Это размер государства, это точки роста украинской экономики, это роли места Украины на мировой и европейской карте распределения труда. В данном случае в целом все достаточно хорошо. Но самое главное, Гетманцев действительно, ну опять-таки он является символом, стал секретарем Совета по подрождению Украины, который, по сути, готовил план. К этому документу я уже несколько сделал там текстов и буду потихонечку, ну, начиная с сегодняшнего, заднейшие дня, более детально их раскладывать. У меня есть масса замечаний, как у экономиста, как у методолога, как у бизнесмена. То, что презентовано в Луганом, это сборная солянка хотелок, в которых отсутствует, я уже говорю, как методолог. Первое, основное, методология. Любой подобный документ, любая стратегия, любой план опирается на некую методологию. Во-первых, что мы строим? Первое, мы цели. Если у нас цели четко не озвучены, то мы не понимаем, по какому критерию, там, приоритизировать задачи. В этом документе, который презентован в Луганом, было проговорено, что мы хотим привлечь 750 миллиардов долларов и выйти на темпы роста экономики 7% в год. Но на самом деле, я уже там включаю в себе экономиста математика, если мы берем базу, с которой мы стартуем, по итогу этого года, дай бог, чтобы у нас в группе было 150 миллиардов долларов, то с объемом инвестиций 750, которым привлекаем в следующие 10 лет, но это не 7% роста. То есть мы, как минимум, получим экономику размером под 800-900 миллиардов долларов. Это точно 7%. Поэтому возникает вопрос, кто и как эти индикаторы показывал. Второй момент. Я изучил большую часть документов, которые составляли эту презентацию, это хотелки. Они с собой не связаны. Было создано около 20 групп, каждая из которых собирала идеи, предложения. Вот, условно, там, может, на Фейсбуке ты можешь сделать текст. Дайте предложение, как сделать, там, хорошо, я не знаю, там, сектор легкой промышленности. Вы получите миллион предложений. Они просто собраны. Эти собранные предложения упакованы. Какие характеристики плана? Во-первых, цели. Во-вторых, принципы, методология отбора, принципы приоритизации. Для того, чтобы мы могли приоритизировать эти проекты, важно понимать, насколько они энергозатраты, сколько они требуют времени, есть ли у нас компетенции, есть ли для этого ресурсы. И после этого мы должны посчитать экономический эффект. Потому что в условиях, в которых находится Украина, мы с минимальными издержками должны получить максимальный эффект. Ну и самое главное, в любом плане, должен быть ответственный. Если мы сейчас с вами сделаем план трансформации, там, не знаю, планеты Земля, это будет виртуальный документ или куча макулатуры, потому что мы понимаем, что его необходимо доработать. Вот этот документ, он виртуальный, он абстрактный, это куча макулатуры, в которой, на самом деле, немало хороших идей. Но опять-таки то, что хочет украинский бизнес, апеллирую к нему. Налоговая трансформация в этом документе практически нет. Там есть объединение ЕСВ и НДФЛ со ставкой совокупно 25%, а бизнес не будет платить. То есть, если мы говорим, что у нас 40% зарплат находится сегодня в тени, а может быть после 24.02 больше, то это не аргумент для детонизации. НДС у нас не меняется. Указано, один раз упоминается в этом плане, налог на выведенный капитал, но только в формате создания условий для бизнеса. Нету ни ставки, ни сроков, ничего. По сути, это вранье. То есть, бизнес не получает ничего. По сути, это повторение программы президента, которая также не выполняла. Но есть один нюанс. Этот документ, он некой абстрактной комитета по ведновлению Украины или комиссии по ведновлению Украины, у которой нету никаких ни мандатов, ни полномочий, ничего. Это не государственный документ. Это инструмент утилизации энергии большого количества людей, которые разочарованы государством.